Агромонитор, Серёжа, на одну минуту, не на 10, а на одну, без попытки продать. Ничего не проделил. Насколько у вас гектар? У родственников, друзей. Гектар? Шучу. Не гектар, гектар. А, я уже начал считать гектар. Сразу выявляю. Серьёзно, у нас программно-аппаратное решение, то есть делаем девайсы и вместе с ними ещё предоставляем ПО, в котором агроном, либо директор агропредприятия может смотреть статистику по своему предприятию. Но что самое важное, мы туда сейчас стали подключать ещё экспертов, которые могут формировать рекомендации. На основе этих рекомендаций система учится и в дальнейшем может даже заменить агронома по типовым задачам. Из серии упала влажность, дует сильный ветер, определённая температура. Рекомендация там сеять, не сеять, вносить, не вносить удобрения. Уже, в принципе, есть первые продажи. Мы этот проект не из головы брали, а к нам обратились с чилийских виноградников. Мы им делали первые сенсора. Ну, так в целом видим хорошую заинтересованность, развиваемся сейчас на свои. Ищем там под 5-10% 50-100 тысяч. Это то, что мы сейчас хотим, нам надо оценочку сделать. Не очень разбираемся в этих всех инвестиционных терминах, учимся. Катерина нам помогает, вот и все остальные ребята там. Очень круто, интересно. Кто ещё? Да, давай. Open ADV проект. Как ещё раз? Open ADV. Open ADV. Это открытая база, ну, это ГИС, открытая база рекламных носителей. В принципе, мы планируем развернуть это в Киеве. Есть требование закона для всех органов местного самоуправления открывать данные о рекламных носителей. И мы, собственно, у нас есть решение, которое позволит открывать это, включить взаимодействие с обществом. Ну, и, собственно, задача системная борьба с коррупцией и чёрным рынком. Соответственно, развитие легального бизнеса, легальных носителей. И, собственно, это есть двигатель для развития всего бизнеса в Украине. А бизнес-модель B2G? Ну, фактически, да. Это направление, да. Но там есть ещё дальше определённый план. А в плане того, что будете позволять рекламщикам через вас работать и так далее? Да, пока такой день. Нет, да? Так окей, хорошо. Ключевое слово пока. Да, давайте дальше, ребят. Кто ещё расскажет? Давайте. Значит, Лапчевский, КС-1 проект Матрея. Структурируем законодательно-нормативно-правовую базу Украины. Версионность и иерархия. Пишем приложение под Microsoft Word, которое позволяет напрямую из рабочей области этого города обращаться к функционалу. В первой итерации автоматически находит по тексту отсылки к законодательным нормам, подтягивает боковую панель тексты, которые скрываются за ними. Плюс при написании автокомплит в стиле закон Украины, про, а вот про что оно тебе уже подсказывает. То есть вот есть там нау, не знаю, есть ещё нау или нет, ликтор, закон, уже нет нау, да? Ну, но никто в него не верит, это как привидение. Это унылые проекты по сравнению с ребятами. Я сам как юрист по образованию, человек, который пользовался этой всей фигнёй. Ну, то есть вы облегчаете, как бы вы не просто даете доступ к законодательной базе, а ещё позволяете с ней работать. Ну, да, история там, допустим, Лига, то, что у нас информационный портал, у нас сервис. Ага, ну сервис, который позволяет пользоваться непосредственно, там, юристам и так далее. Да, и вот сейчас получили от Рады копию их базы, значит, дожимаем Минюст, судебную администрацию и госслужбу интеллектуальной собственности на их реестры. Значит, на понедельник договорились в апелляционном суде на 10 компьютеров ставить прототип. И там, в общем-то, писали, что замминистра юстиции тоже изъявили желание потестить. А бизнес-модель такая же, как у Лига Найдера? Бизнес-модель, да, идея, то же самое, подписка, ну и плюс контент-пакеты, это уже больше в сторону юрфирм, под их там специфические нужды. Ага, круто, интересно. Я просто в студенчестве работал в НАУ, в Одесском представительстве, у меня была должность принести потайди, нахер не мешай. Классно, не должность, да, главный, как бы, его принятие. И я бегал по городу с диском и обновлял базы данных, потому что не умели обновляться через интернет. Это было очень привлекательно. Окей, круто, интересно. Да, что еще? Кто? Давай, Мария. Давай. Урбансайфити, мы, собственно, нацелены... Как еще раз называется? Урбансайфити, то есть городская безопасность. Мы нацелены на взаимодействие пользователей, граждан Украины, в частности, пока Киева, с полицией. То есть это будет мобильная оптикуха, это будет лэпсайт, где они смогут посмотреть, во-первых, тепловую карту по преступности, понять, какой район для них безопасный или нет. Если они, собственно говоря, вечером идут в парке, понять, что с ними сейчас может подключиться, какая-то неприятность, у них есть кнопочка, которая отправляет оповещение полиции о том, что случилось с ними беда, то есть кто этот человек и в каком месте он находится. То есть мы перенаправляем его в геолокационные данные. Еще хотим монетизироваться с помощью иностранцев, то есть дело для них уже платный сервис, то есть они приезжают и получают полностью комплекс. Это и такси, это и размещение, соответственно, ну, скажем так, тихого района, и, возможно, сотрудничество с охранными предприятиями и страховыми. И еще собираемся работать через Пайпкиевский контроль украинский, да, родительский контроль, в плане того, что, ну, ребенок перемещается в основном там по каким-то районам, то есть он не выходит, грубо говоря, с Харьковского массива, если он идет в школу, если он там оказывается где-то за пределами, да, то родителю приходят оповещения. То есть у родителя есть также возможность приспосмотреть, где он сейчас на карте. Это очень актуально, когда это тинейджеры, подростки, особенно, когда много детей у семьи. Да, круто, интересно. Я знаю, некоторые охранные фирмы, они предлагают такую услугу, как помощь, ну, то есть... Помощь по кнопке, да? Да, помощь по кнопке, сниверситетом. И адвокаты. Ага, круто, интересно. Давай, расскажи, Саша, чем ты занимаешься? Так, ну, у нас все поменялось. А, все поменялось? Самый пивотный проект у всех пивотных проектов. Да, мы от TEN, мы делаем сейчас маркетплейс для всех, для различных типов Wi-Fi роутеров и так далее, позволяющий расширять их функционал. Ну, мы все-таки инновационные, можем сидеть в кресле в самолете, да, но подключаемся к Wi-Fi точно так же, как подключались 10 лет назад. А сейчас мы даем, типа, Open SDK для тех, кто хочет написать приложение под Wi-Fi. Это может быть, кроме рекламного, то, что у нас уже работает, да, давно. Это может быть, там, приложение для родителей, чтобы они могли, там, детям, детей заставлять сначала проходить тесты определенные, перед тем, как подключаться, типа, сходим за молоком, ну, это, ну, education штуки. Ну, кроме этого, мы делаем трекинговую штуку по анализу передвижения людей по городу. Я уже подумал парочку тестов для жены перед тем, как она была. Да, не только для детей, но, как бы, там можно все дополнять. Есть motivation, education. Круто. Ну, еще мы трекинговые, да, перемещение людей с включенными Wi-Fi по городу, и можем говорить про инфраструктурные проблемы, типа, если там слишком много людей в определенном месте задерживаются, и видно, что они куда-то передвигаются, потом эту инфраструктурную проблему мы, например, будем делать. Круто, очень интересно. Здорово. Еще есть проект? Да. Да. Есть проект. Краудлигал. Мы занимаемся продуктами для юристовых клиентов. Возвращаемся с некоммерческим проектом, с облачной системой для совместного введения юридически значимых дел против государства и корпораций. Ну, реально, то есть эту систему отдаем там гражданскому обществу, для того, чтобы она могла, она могла выстроить продолжительную во времени историю, дел интересующих те или иные. То есть, как бы, вывод публичное пространство, дел пространство... Да, открытое, то есть дела, которые люди могут шарить друг к другу, показывать свою позитивную практику, будем ее воспроизводить. Повышая эффективность там день от дня. Ну, то есть, все фрагментированы. Корпорации умеют все это накапливать и улучшать постоянно, а людская практика фрагментирована. Вот мы пытаемся им дать инструмент, который бы позволил также иметь общую практику. Что уже сделали? Все есть, только надо... Нет, у нас есть интро, которое готово, полнофункциональный продукт. А вот теперь надо... То есть, вопрос, мы никогда не занимались... Поскольку это выросло ногами из корпорации, то есть, как это работает там с продуктом, все понятно. А как звать людей, как рассказывать, как привлекать вот эту историю, которую мы пытаемся в инкубаторе спроектировать и начать делать. Ну и главная интрига, будут люди дошарить делаю ленинг. Да, это очень интересно, спасибо. Все, все закончили, да? Проект круто, интересно. Я даже немножечко жалею, что остальные не пришли. Ну, в двух словах о себе расскажу. У меня сейчас три активных компании, проекты, сейчас же, чем больше компаний, тем круче. Поэтому у меня их три. Один от Capable Bits. Мы уже больше 5 лет, наверное, делаем мобильные приложения, делаем свои, как бы сами придумываем, сами разрабатываем, сами продвигаем, привлекаем. Ну и, собственно говоря, все бенефиты по этому поводу сами получаем. Как бы рынок очень сложный, он становился сложным последние 5 лет, сейчас совсем сложный. Из тех, кто с нами начинал 5 лет назад, осталось там двое. Ну, из тех, которых 2 компании, 2 команды. Остальные либо распались, либо переформатировались в аутсорсинг. Вторая, это CB Labs, очень родственная компания, как бы CB, это Capable Bits просто сокращение. Там мы аутсорсим экспертизу по построению продукта. То есть о том, что такое продукт, чем он нужен пользователям, триггеры, вознаграждение, привлечение, вероинность и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, собственно говоря, формируем ценность непосредственного продукта. И третье, это эти 2 проекта активные, они зарабатывают деньги. И один проект, который деньги жрет, называется он Cardialize. Может, кто-то слышал из вас, это программно-аппаратный комплект, позволяющий делать электрокардиограмму абсолютно любому человеку. Находясь в домашних условиях, при этом электрокардиограмма представляется не просто в виде вот этих вот волн. Там сложнейший запатентованный алгоритм, который обрабатывает больше 250 параметров и предоставляет информацию человеку в понятном виде. Вот как вы померили температуру градусника, у вас там 37. Вот примерно в таком же виде, в понятном для понимания любому человеку, будет представлена электрокардиограмма. Плюс основная как бы фича – это prediction. То есть наш алгоритм позволяет предвидеть проблемы с сердцем, включая миокарда, включая ишемию, за полгода до того, как она, собственно говоря, появится. То есть у вас есть девайс? Да, этот девайс сам из себя представляет, по большому счету, аналого-цифровой преобразователь. Все вычисления производятся в облаке. И мы сейчас, вот сейчас в облако практически полностью принесен алгоритм. Как бы мы будем работать над работой, собственно говоря, девайс в облаке обработки предоставления данных. Последующая – это разработка API для производителей электрокардиограмм, профессиональных в том числе, потому что алгоритм может работать с любым количеством каналов. Как одноканальных, от одноканальных до 12-канальных, профессиональных. Ну и, конечно же, это Big Data. Да. Класс. У вас такой же проект, например, для медиков. У нас тоже в облаке вычисления. Интересно, сколько у вас программеров работает? Ну, то есть сколько токанчиков, сколько эмбетчиков, сколько электрончиков? И там привлекали конструкторов на стороне? Да, мы привлекали конструкторов на стороне. Немецкая компания. Эликс, по-моему, называется. Серьезно. Внутри используется TheHas Instruments чип с очень высокой частотой дискретизации, потому что для кардиограммы очень важна точная дискретизация. Можете сбросить точную модельку? Или как-то, может, вас на фейсбуке можно добавить? Да, дабак. Просто мы готовы поделиться своим опытом. Мы пробовали Атмеловские чипы, на них многое делали. Сейчас переходим на интеловские, до 1000, до 2000. Ну, это больше, потому что с Критой и Димой пообщались и Брагишем. И они нас убедили, что стоит брать их чипы. Хотя для наших задач на самом деле достаточно вот таких простых Атмелов. Нет, у нас на самом деле основной челлендж заключается именно в том, чтобы была высокая частота дискретизации аналогового сигнала. Ну, у нас это тоже. Мы свои сенсора делаем для измерения влажности, которые меряют влажность электрическим полем. И там тоже нужно, скажем так, опираться на разные частоты. Я не настолько хороший технический специалист. У нас есть Саша Орлов. Да, давайте, конечно, Катя дашь мой Facebook, хорошо? Катя дашь Facebook, мы там спишемся. Ну и Gmail. В общем, это вкратце, как бы, по мне. Основной экспириенс – это построение продукта, в том числе его продвижение и аналитика. В общем-то, про аналитику, я так понял, мы сегодня и будем разговаривать. Потому что Катя сделала акцент, что нужно поговорить про аналитику, давайте про нее, как бы, разговаривать. Кто-то из вас аналитикой занимается сейчас? Да? Да. Да? Здорово немножко. Я буду рассматривать аналитику продуктов-принципы. То есть не аналитику, там, количества, нагрузки, системы или еще чего-то, а того, как аналитика, скорее, с точки зрения бизнеса, а не с точки зрения каких-то показателей, важных для конкретного каждого проекта. Аналитика делится на два основных больших блоков. Первый – это сегментация. Второй – это коготный анализ. Какой в России? Анализ. Когортный анализ. Анализ когорт. И если сегментацией в той или иной мере занимаются очень многие, иногда даже не подозревая о том, что они занимаются сегментацией, то когортный анализ, который показывает более правильные метрики по продукту, не занимается практически никто. Потому что вот только сейчас аналитические программы, в том числе Google Analytics, MixedTenal и другие, они начинают предоставлять инструменты для работы с какогортным анализом. Где-то хуже, где-то лучше. Можно делать какогортный анализ Google Analytics и было, но для этого нужно было гораздо проводить огромное количество настроек, создавать дополнительные ивенты. Так как у нас аналитиков, в принципе, в стране не так уж много, хороших, я имею в виду, то, собственно говоря, поэтому мало кто этим занимался. Как бы первое, о чем мы поговорим, это о сегментации. Простая иллюстрация примера, что такое сегментация, это когда мы из общего, сначала для чего вообще все это, да? Нужно понимать, что независимо от того, какой продукт, что вы делаете, это агрария, это юристы, это просто люди, это пользователи, у вас есть какие-то цели продукта. И вы как-то с пользователями коммуницируете, вы не общаетесь с ними тет-а-тет напрямую зачастую, ну, во всяком случае, на последующих стадиях. Сейчас вы с ними общаетесь напрямую, это здорово, но в любом случае, как бы, это процесс, который требует автоматизации, потому что чем больше пользователей, тем сложнее будет обрабатывать всю входящую информацию. Собственно говоря, то, о чем я сегодня буду рассказывать, работает вообще для всего. Это не только мобильные приложения, не только сайты, это, в принципе, работает даже для билдбордов, для листов, для каких-то офлайн-носителей. Меняются просто технологии подсчета, но сама суть, сама структура анализа данных, она подходит даже для бабушки, которая торгует картохой на рынке. Просто ей, как бы, не нужно этим заниматься, поэтому она не занимается. Собственно говоря, сегментация – это выделение из общего массива данных, сегментирование данных по какому-то определенному признаку. Признаку важному для вас. Причем, что интересно, у сегментации есть несколько уровней вложения. Нельзя просто взять мы с пользователей разделить там 1, 2, 3. Мужчины, женщины. Вот у нас есть сегментация. Или сегментация по странам, или сегментация по районам города. Но сегментация может быть гораздо более глубокой и иметь до... Ну вот, у нас по некоторым продуктам уровень вложенности сегментации 7, например. Хотя продукты, в общем-то, не особенно сложные. Пример, когда сегментация не считается. Вот пример общая прибыль. То есть по месяцам выглядит, в общем-то, если для устоявшейся компании, не для стартапа, который должен активно развиваться, в общем-то, неплохо. То есть мы стабильно там растем, даже немножечко, может, выросли, может, немножко просели, сезонность и так далее. Выглядит все нормально. Это когда мы просто считаем общую прибыль всей компании. Предположим, что компания транснациональная, или она просто рассчитана на большую аудиторию. Если мы видим, то для нас, как бы, мы на отчетах директоров говорим, ребята, у нас все хорошо. Но если бы мы сегментировали элементарно по странам, например, то мы бы увидели другую картинку. Мы бы увидели, что у нас, там, например, зеленая, это Франция, начался довольно-таки неплохой рост, активный рост. Но при этом две другие страны, скажем, Юнгель и Германия, начали падать. И динамика продолжается. Причем общая прибыль ровная, просто за счет бурного роста в другой стране. Но в среднем по больнице, да, как бы температура 36,6. У кого-то жар, у кого-то умер, кто-то умер, в среднем нормально. Вот так очень часто компания считает, в среднем оно нормально. Причем сегментация, это только первый уровень сегментации. Например, мы определили, что у нас есть проблемы в Германии и Великобритании. Дальше мы можем уже, если мы добавили несколько уровней сегментации, можем разбираться, а в чем именно проблема. Например, сегментировать по браузерам. И смотреть, что падение пользователей, у нас там в Google Chrome, к примеру. И тогда мы понимаем, видимо, какая-то проблема с сайтом, с проектом, с работой этого продукта в Google Chrome. Если там тоже проблем нет, мы сегментируем дальше, 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 в зависимости от того, насколько глубоко мы сможем, насколько большое количество данных мы собираем. это пример сегментации именно по таким общим параметрам. У каждого проекта сегментация может быть своя. И опять-таки, цели сегментации вы определяете сами. Когда вы что-то делаете, вы должны четко понимать, какова цель того, что вы делаете. Это прибыль, это рост аудитории, это количество времени, проведенных пользователем в вашем продукте, или это количество вернувшихся пользователей ваших продуктов. И в зависимости от поставленных целей вы выбираете сегментацию. Вот это несколько примеров по принципу, по которым можно сегментировать трафик. Источники трафики, географическое положение, сезонные факторы, характеристики девайса, социально-демографические показатели, факторы специфичные для вашего конкретного продукта. То есть вы для последней, наверное, самый важный. То есть вы определяете сегменты. Первый, вот для меня самый важный является первый и последний. Потому что география, сезонные факторы часто дают какую-то полезную информацию, но это скорее ситуативно. Для каждого конкретного продукта рассматривать примеры сегментации довольно сложно. Поэтому мы рассмотрим пример сегментации по поводу трафика. Это как раз вопрос о продвижении и привлечении пользователей. Потому что если вы строите бизнес, и вы хотите, чтобы из этого получился бизнес, вам нужно привлекать пользователей. И если сейчас вы привлекаете пользователей, не знаю, выходя на какие-то митапы, звоня напрямую через знакомых друзей, то точно так же, как и коммуникация с ними, вам нужно будет автоматизировать процесс и привлечения пользователей, находить эффективные каналы привлечения. Как очень часто, к сожалению, до сих пор, хотя это удивительно на самом деле, учитывая, что 2016 год на дворе, считают, смотрят на продукт. Есть у нас какой-то трафик, заходит, есть тыш, человек в наш продукт. Там что-то происходит внутри этого продукта. И оттуда из продукта выплевывается какое-то количество денег. Ну, меньше, чем трафик, конечно же. Количество денег – это один из примеров. Потому что для меня, когда я строю мобильное приложение, для меня важно именно количество затраченных денег на количество заработанных денег. Для кого-то это может быть цель, вот это конечное после выхода из продукта. Это может быть retention, это может быть количество рекомендаций, это может быть количество, не знаю, публикаций в социальных сетях. Опять-таки, зависит от конкретно вашего продукта. Чего вам надо? Вот такую цель и ставить. Собственно говоря, когда у нас есть вот такие три коробочки, мы знаем объем трафика, который проходит. Вот наш проект, он заходит, и выплевывается какое-то количество денег. Сигментация. Но мы можем сегментировать трафик. То есть, если у нас несколько каналов привлечения пользователей, как минимум, один из первых этапов сегментации, которые мы должны сделать, это источники трафика. Что это? Билборды, холодные продажи, теплые продажи, AdWords, не знаю, Яндекс.Директ, реклама в Фейсбуке, реклама в Твиттере, в Инстаграме, реклама на каких-то сторонних площадках. Там, где вы тратите деньги. Билборды сказал, да? Их сюда тоже легко можно добавить. Просто вопрос подсчета. Помните, я не помню, кто, ну, очень умный, видимо, сказал, что я знаю, что 50% моего рекламного бюджета тратится в пустую. Проблема в том, что я не знаю, какая из пола. Это Ford. Ford, скажу. Ford, возможно. Он был умный, он подходит под это описание. Теперь у нас есть все инструменты для того, чтобы знать, какая половина из рекламного бюджета не работает. Потому что даже для билбордов есть IP-телефония. Для каждого билборда в каждом районе города можете свой телефон повесить. И анализировать, на какой телефон какое количество людей звонит, какое количество людей из этих звонков в дальнейшем конвертируется в вашу цель. Ну, то есть, это заплатил или зарегистрировался или еще что-то. Собственно говоря, когда мы сегментировали по каналам привлечения, мы уже можем анализировать их результативность, то есть, качество их работы. Потому что мы уже отслеживаем пользователей, например, по рекламе AdSense и мы видим количество денег, которые, или количество конверсий, которые мы получили от этой рекламы. Соответственно, уже каждый из этих каналов мы можем анализировать. В классическом представлении проекта, который зарабатывает деньги и ориентирован на деньги, бурный ростер возможен, то есть, все знают, что такое бизнес-модель, да? Знают, нет? Знают, прекрасно. Какие два, две основные характеристики бизнес-модели? Ну, те, без которых бизнес-модель вообще не бизнес-модель. То есть, покупаем, астинь. Нет, нету там такого слова. Сережа, какие про деньги говорят? Доходы-расходы. Нет, нет. Вот просто две характеристики бизнес-модель. А говорите, знаете, что такое бизнес-модель? Сейчас я только пришел, вы еще раз... Мы сейчас про бизнес-модель. Можем B2C, B2B? Нет? Нет, ну это просто частный случай бизнес-модель. Ну, две характеристики. Ну, ключевое, что нужно понять, когда будет... Ну, здесь я вложу денег, да? Сто штук дам тебе, например, да? Когда ты выйдешь на безубыточность, и сколько я получу в конце? Ну, то есть... На самом деле один показатель волнует инвестора. Его волнует, если он вложит миллион, сколько он получит? Получит ли он 10-50 потом? Нет, мы сейчас не про инвестора. Мы сейчас строим наш собственный проект, нам инвестор это... Тьфу, вообще аж не деться. Ну и свой проект. Мы говорим именно про бизнес-модель. Я тебе приведу пример высокорентабельного бизнеса. Я иду по улице и нахожу айфон. Я беру айфон, иду к барыгам, говорю, барыги, айфон надо? Они говорят, ну надо, конечно, давай, сколько? Я говорю, а сколько дадите? Плохая бизнес-модель, айфоны не часто лежат на улице. Вот когда были лихие двухтысячные, можно было парить джумла сайты по штуке, штуке 500 зелени. Вот это хорошо. Давайте продолжим с айфоном. То есть плохая бизнес-модель, потому что вероятность того, что я буду находить каждый день на улице айфона довольно небольшая. Ну я ни одного не находил. Кто-то из вас находил вообще айфон на улице? Вот и я не находил. Я бы занялся этим бизнесом, но не могу. Конкуренция. Конкуренция. Нет, проблема в том, что я этот бизнес, то есть понятная модель. Я нашел айфон, на него ничего не потратил, пришел, заработал 150 долларов, 300 долларов. Но проблема этой бизнес-модели в чем? Масштабируем. Это правильное слово, но в данном конкретном случае нет. Повторяемость. Я не могу повторять это действие каждый раз. И точно так же с бизнесом, бизнес-моделью. Если у вас нет повторяемости, то какая же это бизнес-модель? То есть вы должны быть уверены в том, что то, что вы делаете, можно повторить каждый день или каждый месяц, что бизнес будет повторяться, а не умрет через 5 итераций, например. А второе, как бы, предположим, как можно сделать повторяемость? Вот такой, с айфонами. Ну, а можно и забирать айфоны. Правильно, можно их воровать. Ну, то есть, и это, в общем-то, повторяемость. Ну, она связана с определенными рисками, да, там... Это уже хороший бизнес-модель. Рисковый бизнес, но при этом маржинальность, как бы, она, наверное, оправдывает. Этот бизнес. Но лучше покупать такие, а потому что, ну, смотри, не, мы сейчас не разрабатываем бизнес на продаже айфонов. Это просто примеры для иллюстрации. Какая проблема? Предположим, окей, мне понравилось зарабатывать на айфонах таким образом, я перестал находить их каждый день на улице, я начал их воровать и продавать. Но это все равно не бизнес. Какая проблема у этого бизнеса? Слишком рискованно. Не, рискованно. Ребята, да, а что вы говорите? А что-то, чем вы занимаетесь не рискованно, вы рискуете, пократите несколько перед своей жизнью и ничего не добиться. Давайте сейчас. Ну, а так можно, вроде бы, худой парень, а людей дал-то, конечно... Не, не, мы не про риски. Риски связаны всегда. Есть конкуренция, есть рынок, есть риски и так далее. Это вообще, мы не про это. Не, ну, видимо, таки до масштабируемости дошли. Вот, мы дошли до масштабируемости. И до губына рынка. А? Губына рынка. Потому что закончились все айфоны. Я не могу масштабировать свой бизнес достаточно широко, потому что, ну, я могу там дойти до трех айфонов в день, но все, я дошел от своего потолка. Есть, конечно... Надо сокращать время на обработку, типочка с айфона. Или же просто... Диверсификация, предыдущий на андроид. Организованную преступную группу, как говорят. О, корпорация. И тогда мы уже масштабируемся, потом экспансия по городам. Подожди, Антон, это пишется? Конечно. То есть, вы пришли к тому, что бизнес-модели, соответственно, бизнес и ваш проект должны быть двумя основными характеристиками. Повторяемость и масштабируемость. Все знают, да, вот эти пункты бизнес-модели. Да, там, customer segments, value preposition, там, channels, партнеры, key activities, key resources и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот эти вот там семь пунктов. И тут важно понять, что каждый из узлов бизнес-модели, каждый, абсолютно каждый, тоже должен соответствовать этим двум принципам. Повторяемость и масштабируемость. Потому что, если один из этих принципов не повторяется или не масштабируется, то вся бизнес-модель переследует работать. Точно так же с каналами привлечения. Вот мы наконец до них дошли. Предположим, что вы нашли высокомаржинальный канал привлечения или высококонверсионный. Вот, например, органический трафик, например, да? То есть, органический трафик, он приходит, вы его как-то монетизируете, траты на него нулевые, заработок есть. Но если вы не можете его масштабировать, и работает у вас бизнес, математика складывается только на органическом трафике, то вы не сможете масштабировать свой бизнес. И вы упираетесь в потолок. То есть, соответственно, если у вас бизнес работает только с одним каналом, и этот канал не масштабируется, или этот канал не повторяется, соответственно, вы на этом канале бизнес построить не сможете. Собственно говоря, поэтому сегментирование по каналу в том числе очень важно. Ну а дальше, когда у нас есть все вот эти вот цифры, мы можем уже принимать решение о том, насколько хорошо работает, собственно говоря, наш проект. То есть, если основное правило это чтобы LTV, LTV это lifetime value. Причем value это не обязательно деньги, как я уже говорил, неоднократно. Value это тот value, который вы для себя определяете, вы определяете для своего проекта. И как бы вот этот вот value должен быть больше, чем затраты на его получение. То есть, CAC это Customer Reposition Costs. То есть, стоимость привлечения пользователя. Очень простая математика. Никакой тут магии совершенно нет. У вас должны быть доходы больше, чем расходы. И это вам скажет любой бухгалтер любого возраста. Вопрос просто заключается в том, чтобы правильно сегментировать и правильно считать по каждому каналу где у вас доходы с расходами сходятся. Пример сегментации, который мы проводили, помимо, конечно, канала привлечения, это, например, Android. И для Android наша математика не сходилась. То есть, у нас затраты... У Android стоимость привлечения лида примерно соизмерима с стоимостью привлечения лида в Apple Store. Но при этом платежеспособность гораздо ниже. И в итоге у нас математика по iOS сходится. А по Android нет. Поэтому у нас нет Android приложения. И мы не тратим время на этот бизнес. Поэтому у нас мобильное приложение только iOS. Причем важно очень правильно понимать, если там всем видны цифры, да? Очень правильно понимать, собственно говоря, цель. Вот конечная, конечная настоящая цель. Не просто там промежуточная какая-то. Вот давайте посмотрим, я озвучу тогда. Хлопо видно? У нас есть из поиска переходов 4000, конверсия 5%, затраты 0%. Это вот тот самый органический трафик. В общем, как-то у нас там всего идет. А дальше идут платные каналы, те, за которые мы платим деньги. И у нас контекстная реклама. Конверсия 2,5%. Конверсия имеется в виду то, что перешли на сайт непосредственно. 2,5%. По контекстной рекламе в Гугле тоже 2,5%. И баннеры, мы на них потратим 400, какое-то количество денег, 0,2%. Ну, то есть, в общем, 0,2%. И мы должны принимать решение о том, какой канал нам нужно отключать. То есть, мы на все каналы, кроме органики, тратим деньги. Соответственно, нам нужно эти расходы оптимизировать. Если у нас какой-то канал нерентабельный или низкоэффективный, мы забираем оттуда деньги и перекладываем в более эффективный канал. Ну, понятно логика, да? Все очень просто. Мы отрубаем неэффективный и расширяем более эффективный канал и зарабатываем таким образом больше. Собственно говоря, вот руководствуясь этой логикой, какой бы нам сейчас канал отключить и куда перестать тратить деньги, вот основываясь на этой картинке. На Яндекс? На баннеры. На баннеры. На баннеры. Ну, низкая конверсия, да? А конверсия или нас интересует? Стоимость перехода. Да. То есть, если говорить про деньги, мы потом увидим, что несмотря на низкую конверсию баннеров, у нас LTV по этому каналу небольшое, 40. Но есть. Но по отношению вот именно LTV, lifetime value, к затратам на это все, аж 8. По остальным каналам 1,7, 2,4. То есть, по большому счету, нам нужно вообще вырубить Яндекс, потому что Google работает лучше, чем Яндекс в данном конкретном случае, и кинуть деньги на баннеры, потому что там самая лучшая баннера дешевая. Потому что там самый рентабельный канал. То есть, тут очень важно дойти до именно важной метрики, важной для вашего проекта. То есть, не нужно считать конверсии, если вы… Есть конверсия. Зачем вам конверсия, если дальше пользователь, например, на следующий день уходит из вашего продукта. Ну, вот, посчитали, там конверсия в регистрации 85%. Но оказывается, и вы считаете, о, классный канал привлечения пользователей. Льем туда бабки, там, льем туда ресурсы, все занимаются. Там, не знаю, билбордами. Если вы считаете регистрации. Но регистрации ли вам нужны? Возможно, из тех, кто зарегистрировался вчера, на следующий день никто не пришел. И конверсия регистрации высокая. Кажется, канал эффективным. Но на регистрации все заканчивается. И, собственно говоря, поэтому вам нужно четко определить, что для вас ценный пользователь. Какую ценность этот пользователь приносит. И сравнивать каждый канал именно в соответствии с этой ценностью. Ну, просто все, да, довольно-таки? Согласны? Или есть какие-то там миссандерстендинг, мисс-понимание? Нет? Отлично. Собственно говоря, давайте вот прям на более визуально понятном примере. Ну, как понятно? Я надеюсь, что на более визуально. Не знаю, правда или нет. В любом случае у нас это все время. Это может быть секунды, миллисекунды, часы, дни. Но это всегда идет время. То есть у нас не получается так, что, например, пользователь сначала, мы его привлекли, потом он нам принес деньги, а потом зарегистрировался. Или не бывает такого, что пользователь сначала нам заплатил деньги, а потом мы его привлекли. Собственно говоря, это всегда есть какое-то время занимает. Вот у нас вот время, трафик. Его много. Он заходит. Не весь трафик с нами, к сожалению, остается. Поэтому часть трафика, она уходит куда-то. Ну, не наша целевая аудитория, не заинтересовали, не зацепили. А часть трафика заходит в наш проект. И часть из этого всего трафика сконверсировалась в наш value для нашего проекта. Возможно, мы еще получили дополнительный трафик, реферальный. Это все можно считать. И нужно считать. А теперь, кто смотрел фильм «Гленгрик Гленросс», американцы он еще называется. Там потрясающая речь, как не белуши, а забыл. Олег Болдуин, по-моему. Про интернет даже еще никто не слышал. Он сказал два правила. Два правила, которыми нужно руководствоваться любому продажнику. Но мы, по большому счету, тоже продаем наш сервис. Не важно, что это или кому это. Но мы его всегда продаем. Другим людям, инвесторам, друзьям, клиентам и так далее. Первое, это у них always be closed. А, Б, Ц. Но это нам не нужно. То есть они всегда закрывают сделки. Окей, это как раз четко продажное. Ну, желательно нам тоже к этому стремиться. А другой, это АИМА. Правило, по которому работает любой продажник. По этому же алгоритму работает любая посадочная страница. По этому алгоритму работает любая рекламная компания. По этому алгоритму вы всегда привлекаете людей. Просто поменялись принципы. Принципы. Раньше этот человек звонил и продавал. Сейчас это происходит при помощи контекста, при помощи лендингов, при помощи баннеров, при помощи социальных сетей. Но суть осталась так же. АИДА, она расшифровывается как... Вот мы ее даже разложим у себя. Это attention, interest, desire и action. То есть сначала мы привлекаем внимание пользователям. То есть, во-во-во-во, сюда, вы здесь, чем-то. Мы выиграли миллион долларов, нажмите на этот баннер. Интерес. То есть мы привлекли внимание, теперь, ну что звал. И все. То есть нужно, когда привлекли внимание, нужно еще понимать, что мы им продавали. Продавать. В общем-то, интерес вызвали. Потом, desire – это желание. Желание купить, желание зарегистрироваться, желание воспользоваться сервисом и так далее. Ну и, наконец, action – это, собственно говоря, то, что мы должны сделать. Это сделать sign-up, sign-in, заплатить деньги, порекомендовать еще что-то. Но чаще всего, когда мы говорим про интернет-бизнес, а мы сейчас всегда говорим про интернет-бизнес, даже когда это не интернет-бизнес, action – это чаще всего регистрация или загрузка нашего продукта, или заполнение формы, или еще что-то. То есть как бы то, что нам позволит работать в дальнейшем с этим человеком. А вторая замечательная аббревиатура, метрика, она называется пиратская. Взята, по большому счету, из SaaS-бизнеса. Потому что там эта аббревиатура вообще мастер-бизнеса. Но на самом деле ее можно разделить и для других проектов тоже использовать. Пиратская она называется по одной простой причине, потому что она выглядит вот так. Ну, знаете, да, как пираты говорят. Вот как бы есть такая метрика. Эта метрика уже для стартапа, для самого проекта. Расшифровывается она тоже довольно несложно. Первая А – это acquisition. Вторая А – это activation. Add – это retention. Третья А – это revenue. И четвертая А – это referral. Собственно говоря, acquisition – это человек с нами. Человек зарегистрировался, мы его получили себе. У нас есть его какие-то данные, имейлы, не знаю, или мы попали к нему на мобильный телефон, или еще что-то. Activation для каждого проекта свой. То есть, вот то, что мы говорили, да, зарегистрировался, не значит, что это наш клиент. Это просто значит, что он зарегистрировался. Activation мы для каждого проекта выбираем свой. Для кого-то activation – это заполнение, например, формы личной страницы и приглашение пяти друзей. Вот тогда мы считаем человека активированным. Если он пригласил трех друзей, он не активирован еще. Для каких-то сервисов – это регистрация плюс три поста, например, ну, то есть, три размещения какой-то информации. Вот это активация. Для кого-то активация – это регистрация плюс он оставил свои кредитные данные, данные своей кредитной карточки. То есть, активация для каждого проекта. Вы выбираете сами, что для вас пользователь. Активированный пользователь – это значит, что пользователь зарегистрировался. Вы можете до него как-то добраться, как-то достучаться по e-mail, по телефону, по уведомлениям или еще как-то. И вы можете с высокой долей вероятности сказать, что человек понял, что это за сервис и как им пользоваться. Вот важно, что он понял, как им пользоваться, что с ним делать. И поэтому для каждого проекта все индивидуально. Поэтому я перечислил. То есть, если ты разместил три поста, значит, ты разобрался, как эти посты составлять, там, публиковать и так далее. Собственно говоря, для вас вот эта вот активация вы должны сформировать для своего проекта. А дальше вот такая простая лесенка. Ну, тут уже перечисленный, как вы уже, полный. То есть, с каждым шагом, с каждым этапом мы теряем пользователя. То есть, мы участие привлекли внимание. Но далеко не у всех вызвали интерес. Ну, она нереальна. Чаще всего attention и интерес где-то вот здесь. То есть, мы теряем много пользователей на этапе attention. Потому что мы не целевые, человеку не нужно это сейчас, у него нет времени и так далее. Собственно говоря, вызвали интерес. У еще меньшего количества пользователей вызвали желание. И еще меньшего количества пользователей они совершили действие. Действие, оно же и acquisition. То есть, поэтому оно на одном пересечении. То есть, для нас действием является action. Это acquisition, то есть, регистрация. Мы получили пользователя в свой сервис. Тут важно понимать, что для того, чтобы по всем этим шагам человек прошел, пользователь прошел, вы видите, вот это по оси Y, это number of users. Ну, то есть, количество пользователей. И чем дальше, тем их меньше, 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 меньше. С обеспечением времени. Нам нужно еще получить, а точно удостоверяется в том, что человек, в принципе, может сделать то, чего мы от него хотим. То есть, например, привлекли внимание, гудок поставили на сайт и привлекаем внимание таким образом. Даже вызвали интерес. Или нет, давайте гудок поставили, а интерес как бы нет. Вот он. И что, а что гудели? Непонятно. И ушел с этого сайт. Вызвали интерес, вызвали желание. Или, например, гениальный лендинг, который просто вообще фантастика. Он и внимание привлекает, и желание вызывает. А вот кнопку зарегистрироваться или кнопку купить забыли поставить. Або она не працюет. Або она не працюет. Совершенно верно. То есть, вам нужно убедиться, что, в принципе, это возможно для пользователя перейти на следующий шаг. Потому что вся ваша работа над любым проектом с точки зрения его масштабируемости и аналитики заключается в том, чтобы как можно больше, может, как можно больше уменьшить. Максимально уменьшить, опять плохо, да, вот эти вот ступеньки. То есть, идеальный проект – это вообще прямая линия. Идеальный и невозможный. Да, то есть, и мы вот как те две линии, которые бесконечно сближаются, но никогда не встретятся. И вот наша цель заключается в том, чтобы вот эту вот разницу между каждой ступенькой уменьшить настолько, насколько это возможно. Прорабатывая разные узлы проекта. Это мы прорабатываем трафик. То есть, мы убедились, что мы на нужной площадке, там, где наша целевая аудитория. Мы убедились, что мы привлекаем их внимание. Мы убедились, что наш посыл, вот как вот это там, наше короткое сообщение, там, у нас самое лучшее что-то или еще что-то. Оно работает и вызывает интерес у пользователя. И у него есть возможность как бы нажать, зарегистрироваться, купить, загрузить и так далее. Собственно говоря, следующий этап, важно определиться, что именно для вас, чем именно для вас является активейшн для пользователя. Для каждого проекта он разный. Более того, для разных элементов вашего продукта он тоже разный. То есть, лендинг это одно, реклама это другое, сайт это третье и так далее. То есть, что для вас является активейшном и дальше вы уже работаете над ретеншином. Потому что, если пользователь не возвращается в ваш продукт, у него нет возможности вам заплатить. Ну, как он может вам заплатить, если продукту не возвращается в принципе. Поэтому ретеншин это очень важный показатель. И на этот ретеншин и на показатели ретеншина смотрят абсолютно все. Потому что без ретеншина, если у вас классный трафик и все остальное, но при этом люди не пользуются продуктом, то как бы продукт фигня какая-то и нечего им заниматься. Ну, а дальше, когда уже люди пользуются продуктом, им это интересно, не возвращается каждый день, вам нужно убедиться, что вы продаете им то, что им нужно, то, что они хотят. То есть, можно построить гениальный продукт, который не приносит ревеню. Но тогда у вас опять-таки математика не будет сходиться. Ну, и реферал это непосредственно рекомендации. Ну, то есть, когда пользователи рекомендуют ваш продукт другим пользователям. Причем есть продукты, которые рассчитывают на вот такой вот ретеншин реферальный. Социальные игры, разные рекомендательные сервисы. То есть, мы получаем 10 тысяч пользователей, а на выходе получаем, ну, именно в стартах я имею в виду, в проект, а на выходе получаем 12 тысяч пользователей. То есть, коэффициент виральности выше единицы. То есть, и нужно понимать, что если, возможно, что для вас это ваша бизнес-модель. И возможно, что если у вас коэффициент виральности будет меньше единицы, у вас не будет сходиться математика, потому что проект не будет ориентабельный. Ну, вот теперь, собственно говоря, за живое. График смерти продукта, причем график смерти нашего продукта. Сейчас цифры условные. Потом будет с более реальными цифрами. У нас есть количество пользователей, загрузок, это уже внутри нашего продукта. Тут уже вопрос про активацию и о принятии решений по продукту. Какую фичу добавить следующую? Вот вы собрались все вместе, да, там весь ваш проект, и начали обсуждать, а какую фичу нам добавить? То есть, проблема в том, что вы не можете объективно судить о необходимости или отсутствии необходимости той или иной функциональности. Для вас проект понятен. Вы им умеете пользоваться, вы знаете, что с ним делать. А на новый пользователь совершенно не обязательно, даже более скажу точно нет, не будет знать настолько ваш продукт хорошо, как вы и знаете. И мы попались на эту ловушку, причем попались нероднократно, ровно до тех пор, пока мы не начали считать, чего происходит с пользователями. Чего мы хотим, чтобы с ними происходило и когда. Собственно говоря, проблема была в чем? Вот у нас есть тысяча посетителей, это уже идет по ARM, да, то есть мы их получили, мы уже это загрузим количество. Сайнап сделала 20, 200 пользователей, 20% из этих пользователей. То есть из тысячи загрузивших в итоге зарегистрировали, составили нам свои личные данные, 200 человек, 20%. Окей, норм. Прошли этап анбординга 160 человек, то есть 16% из тысячи, или это там где-то порядка 80% из этих двух станков. На следующий день, ну, day one, это считается следующий день в аналитике, не тот день, потому что retention, это retention в первый день аналитики, он 100%, потому что человек, раз мы его затрекали, значит он пришел в наш продукт, поэтому он не считается. То есть на следующий день пришло 80 человек, на отрицательный день пришло 40 человек, ой, на седьмой день 40, и на тридцатый день 20 человек. Здесь уже начинается вопрос того, а что такое стоимость привлечения пользователя? Потому что как считается стоимость привлечения пользователя? Ну вот, кто скажет. Вы тратили на рекламу, он на кирпич из чего? На кирпич из чего? Користовачив. О, вот. То есть как бы у нас модель CPI, там cost per install, и мы за эту штуку заплатили честную штуку баксов, к примеру. И мы говорим, и нам рекламное агентство, которое нам предлагает эту штуку, пользователь говорит, у нас стоимость пользователя один доллар, совершенно верно. Один доллар стоимость пользователя. Но это для них стоимость пользователя один доллар. А для нас она гораздо выше. Потому что если для нас, для нас как минимум здесь, которые вернулись, ну как минимум, это в зависимости от того, как наш продукт построен. А если для нас она на седьмой день, то есть то, что пользователь зарегистрировался, про шалонбординг и вернулся на седьмой день, и только после этого мы можем сказать о том, что это пользователь, наш пользователь, то у нас уже стоимость пользователя сколько получается? 25 долларов. 25? 25. 25 долларов. Не доллар customer acquisition cost, а 25. Это немножко разные вещи. Согласны с этим? И рекламная, есть у рекламных агентств, сейчас вот эта новая фишка, это cost per action. То есть теперь вы платите не просто за install, например, или не просто за регистрацию, а вы платите за тех пользователей, которые совершили какое-то действие. Ну, например, которые зарегистрировались и добавили, не знаю, трех друзей. Зарегистрировались и вернулись на следующий день. Или там опубликовали что-то. Но проблема в том, что чаще всего такой трафик мотивированный. То есть пользователям платят за то, чтобы они совершали действия в продукте. Ну и платят больше, чем просто за мотивированный трафик, за то, что установил, потому что ему еще там попариться нужно. Но этот мотивированный трафик для нас, как для владельцев, ничего не нужно, ничего не слишком дорогое и бесполезное совершенно. Потому что цель пользователя, который совершил действие, заключается в том, чтобы заработать деньги, которые ему заплатит рекламное агентство. Он пришел, зарегистрировался, сделал нужное действие, нахрен. А мы за него заплатили уже 5 баксов. Ну, потому что действие совершил, потому что у нас сошел стыль. Надо больше брать деньги. В общем-то, сейчас уже будут реальные цифры по одному из наших продуктов. Это цифры по годичной, по-моему, давности, если я не ошибаюсь. За один из месяцев. 19296 пользователей к нам пришло, по-моему, это за сентябрь прошлого года. Сейчас их уже, слава богу, в месяц в три раза больше приходит. Из этих 19 тысяч, ну, 20 практически, прошло процедуру анбординга, ну, то есть просвайпало, сказало, понятно, мы поняли, как пользоваться вашим продуктом. 9360. На первый день вернулось к нам 5000 из 20. на следующий день. На седьмой день с нами осталось 1600. И на тридцатый день с нами осталось 964 человека. И тут мы решили, что мы будем добавлять супер-фичу. Такую, что вообще порвет всех. Причем супер-фичу мы ориентировались, знаете, на что? На отзывы пользователей. Ну, которые пишут на web story, которые пишут support. И говорят, ребята, ну, ёпошу мать, ну, давайте уже добавьте эту фичу. Мы такие, ну, слушай, вот у нас 28 тысяч запросов на эту фичу, надо ее добавлять. И мы сели, ни хрена себе task, должен вам сказать, то есть файл-менеджера еще и продвинутого не было в продукте. Мы ее пилили, мы потратили на это, как бы, не одну тысячу долларов, и запилили эту фичу. Так, как хотела юзера? А? Так, как хотела юзера, чуть трошки повиншу. Ну, как юзера, так не получается, там, получился вообще розовый слон верхом на тиранозавту, поэтому мы просто смотрим настроение, как бы, но никак не руководствуемся. Но проблема оказалась в том, мы сделали все классно. Проблема оказалась в том, что эта фича работала вот здесь, на пятый день. Ну, то есть, вот человек познакомился, начал пользоваться сервисом, и на пятый, шестой день он настолько разобрался с этим сервисом, что для него Advanced File Manager стал иметь какой-то value. То есть, о, да, классная штука. Но проблема в том, что вот эти вот все пользователи, они так и не узнали о нашей классной фиче. Они так о ней не услышали, потому что они отвалились раньше. И сумасшедшие результаты. 1698 стало на целых 7 больше. Радовались мы. Даже тимбилдинг устроили по этому конкурсу. И стоимость этих 7 была самая рекордная. Да, совершенно верно. Да, стоимость этих 7 пользователей зашкалила все, то есть, все рекламные бюджеты. Это же протягом месяца, правильно? Да. А все наступни уже завышались. Да, все следующие, то есть, мы здесь увеличили, а 964, там, эти 7 тоже они в пределах статистической погрешности, на самом деле. А те там вообще даже меньше стало. Нет, Ант, ты имеешь в виду дальше, вот на 30-й день. Что стало на 30-й день после тимбок? Ну, их стало немного больше тоже. Ну, то есть, просто там уже настолько мизерные цифры, на самом деле, что, я же говорю, это уже в рамках статистической погрешности, которую я даже не стал учитывать. Проблема эта, в общем-то, очень популярная, когда мы не знаем путь нашего пользователя по продукту. Что он проходит, что он делает, что у нас activation является, да? Когда происходит revenue, когда он нам должен заплатить деньги. Есть еще такая, и вторая, это первая наша ошибка. И второй нашей ошибкой, ошибкой было то, что мы попались вот на удочку выживших самолетов. Знаете этот историк про выжившие самолеты? Нет? Ну, тогда я расскажу, что только один человек знает. Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты, вступив в нее после нападения Японии на Перл-Харбор, учитывая то, что они находились на другом конце океана, они, конечно, посылали солдат на континент, но основным это было бомбежки. Бомбили Берлин, большое количество самолетов. Но Берлин тоже как бы не дебилы, и они отстреливали, причем достаточно активно. И плюс на Японском фронте тоже достаточно активные потери были. И что произошло? То есть тогда у них был специальный отдел статистов, которые высчитывали все закономерности. Все вот они там определяли по длине волны расходящегося, расходящейся от двигателя корабля, совершающего маневр, куда нужно стрельнуть ракетой, торпедой, чтобы попасть в нее, когда он будет там, потому что вот это вот случилось, одновременное движение торпеды и корабля. То есть там сумасшедшая математика. И проблема заключалась в том, что много самолетов подбивали. Из гаубиц они не возвращались и несли большие потери. Позвали статистов, и первым идеей, которую военно-воздушные силы США придумали, что, ну вот представьте, у вас есть самолеты, которые вернулись с кучей дыр пробитых. Дырки, 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 дырки везде. Первая мысль какая? То есть нам нужно, не сильно увеличив массу самолета, увеличить броню. Ну то есть сделать мощнее какой-то из частей. Первая идея какая? Мы берем, определяем места, в которые чаще всего попадают, и бронируем эти места. Ну то есть укрепляем их, чтобы пули там отсканчивали, или еще что-то. Но удалось сэкономить там тысячи жизней и не один миллион долларов, потому что один из статистов, довольно умный чудак, я не помню, к сожалению, как его зовут, сказал, ребят, а эти самолеты, они же вернулись. Ну то есть, соответственно, раз они в них попали, у них есть дырка, но они вернулись, значит эти места можно не бронировать. Они не критичны для самолета. А те, которые не вернулись, вот там попали туда, что они не вернулись. Соответственно, нужно проанализировать те места, которые у самолетов не затронуты, и забронировать именно их. И вот эта вот проблема невернувшихся самолетов, они все время забывают. Забывают о невернувшихся пользователях. Точно так же, как мы забыли о невернувшихся пользователях. Мы слушали людей, вдумайтесь, мы слушали людей, которые настолько им влечены продуктом и с ним пользуются, что они не поленились написать нам письмо, что они не поленились оставить рейтинг для нашего приложения. То, что они с нами как-то коммуницировали. Это все здорово, но они уже с нами. Мы, конечно же, добавим вам фичу в другой раз. Но раз вы пользуетесь этим продуктом, настолько, что вот так вот нам пишете, звоните, оставляете отзывы, значит вы уже пользуетесь нашим продуктом. Все, дальше уже какие-то идут улучшения. А работать нужно вот с этими пользователями. Вот с этими, которые не вернулись, которым настолько плевать на ваш продукт, что они просто ничего не написали, ничего не сказали, просто ушли. И вот это вот те самые не вернувшиеся самолеты. И работать, когда вы оптимизируете свой продукт, важно именно с ними, вот с этими не вернувшимися пользователями. обои инвесторам или инвесторам. Это то, что мы проговорили. Мы уже, поняв свою ошибку, значит добавляют другие фичи. Добавили интерскрины и обновили дизайн. Ну, дизайн, как бы, понятно, есть core-функциональность на дизайн. Мало кто обращает внимание, особенно на первых итерациях. Но дизайн тоже человек видит сразу. Он еще не успел разобраться с продуктом. А он сразу видит дизайн. Поэтому с дизайном желательно проработать. То есть мы добавили интерскрины, в которых объясняли, насколько это классный продукт. И то, что, о, здесь есть Advanced File Manager, просто попользуйтесь нашим продуктом и поймете, насколько это круто. И вот с 9360 просто после обновленного дизайна и после добавления интерскринов мы увеличили после онбординга на несколько тысяч пользователей, которые остались с нами, потому что мы сделали функционал, который раньше их встречал не на седьмой-шестой день, а раньше гораздо. Мы добавили поддержку SoundCloud, которые не написали об этом везде. И благодаря этому из 12 340 мы потеряли всего 2000 пользователей. Это вообще немного, это совсем мало. Потому что мы добавили функциональность, которую пользователь встречает раньше. А дальше все пропорционально осталось примерно на том же уровне. Ну, имеется в виду динамика падения пользователей. Она как бы сохранилась. Тут ничего мы пока поделать не смогли, но в итоге у нас осталось вместо 900 пользователей в два раза больше, даже больше, чем в два раза больше у нас осталось. Потому что, почему это произошло, мы сейчас... А, ну это еще один приятный бонус. Я не знаю, почему так произошло, но RQ в восемь раз вырос. Я еще не придумал, как бы... Объяснение. Вот это наш график смерти пользователей в продукте. И если мы с ним проведем небольшие манипуляции, перевернем его, да еще и отразим по горизонтали, то что мы получим? Что это такое? Воронка. Совершенно верно. Самая обычная воронка, которую мы все знаем, которую мы знаем еще черт знает откуда. И по большому счету у нас есть воронка не только продаж, но еще и воронка продукта. И работает она точно так же, как и воронка продаж. И физически причем она работает точно так же. Потому что представьте, что вот здесь вот наш Advanced File Manager. Что мы берем? Мы берем вот так вот. И растягиваем в этом месте. Но воды больше не будет от того, что здесь растянут. То есть у нас просто прольется. Мы же не возьмем новых пользователей от этого. Просто они вот сольются точно так же вниз по нашей воронке. Соответственно, воронку нужно расширять сверху вниз. Начиная с лендинга, например, если мы берем вот. Мы это вот тот график, который рисовали в самом начале, там где Аида и А. Мы же тоже можем его точно так же отразить. И у нас точно такая же воронка получится. Соответственно, нам нужно эту воронку растягивать сверху вниз. Но не снизу вверх. Потому что снизу вверх она просто не растягивается. Ну почему? Тут питание бутылочного горлышка. Если мы в досрочной перспективе разглядаем, что у нас есть там 2 тысячи в месяц, которые остаются и дальше на 2 тысячи в месяц, то, возможно, нам нужно взглянуть, чтобы эти 2 тысячи в месяц, они не сближались, а были там 2,5 и постоянно остались 2,5. То есть сейчас я говорю очень такие общие вещи, потому что каждый проект, там дальше у меня будет, по-моему, тоже посвященный этому слайд, каждый проект индивидуальный. И есть проекты, у которых воронка вот такая, расширяющаяся вниз. И мы даже уже видели этот пример, помните, когда вот эти ступенечки были, когда у нас после revenue, referral вверх пошел. Это же расширяющаяся вниз воронка. Конечно, есть свои исключения из правил, и их нужно учитывать. Я поэтому и говорю, что каждый проект индивидуальный. У каждого проекта все по-другому. Поэтому 28 тысяч способов улучшить свой проект онлайн сейчас без смс-регистрации, они не работают. Это можете только делать вы, только по вашему проекту. В общем, мы пришли к агортному анализу. С смс-авторизацией. С смс-авторизацией само собой. В общем, вот это довольно популярная иллюстрация того, когда активно работает отдел продаж по привлечению новых пользователей, маркетинговый отдел, и при этом сидит тупой продукт-менеджер. который каждый месяц делает продукт хуже. И в итоге, что мы... Активно работает маркетинговый отдел, тратя бюджет и привлекая новых пользователей пачками, сотнями тысяч. И в итоге, если мы смотрим просто на весь продукт целиком, то у нас картинка какая? Мало у нас растет. Ну, маркетинговый отдел-то работает, соответственно, и monthly active users тоже увеличивается. Мы же покупаем новых. И прибыль у нас тоже растет. Несмотря на то, что продуктолог делает продукт хуже, прибыль у нас растет просто за счет новых пользователей. Их становится больше. В среднем они платят меньше. Начинают платить меньше после какого-то периода. Но их становится больше. И в итоге, еще через полгода, мы столкнемся с вот такой проблемой. То есть, начиная отсюда, продукт становился хуже. И потом, несмотря даже на высокие темпы привлечения новых пользователей, прибыль резко пошла вниз. Потому что продукт стал вообще неюзабельным, неконвертируемым. При этом предвидеть вот эту вот штуку можно даже не здесь. Ну, то есть, на самом деле, по форме этого графика, те, кто занимается статистикой, уже поймет отрицательную корреляцию между этими 2 метра графиками. Потому что положительная корреляция, она должна иметь соответствующий угол. То есть, этот график, если с продуктом все хорошо, должен тоже вот так вот идти, на самом деле. Если он хотя бы не ухудшался. То есть, тут уже видно, что какие-то проблемы начались. Ну, это условный пример вакууме. Но на самом деле, предугадать можно было бы даже не вот здесь, когда он пошел по более пологому пути. То есть, тут уже начинается проблема серьезная. Даже не вот здесь, а можно было предугадать вот здесь. То, что продукт становится хуже. Можно было об этом узнать через месяц. После работы этого нашего замечательного продукта. Не через год. И даже не через полгода. А через месяц после его работы. Что продукт стал хуже. И это можно узнать одним единственным способом. При помощи когортного анализа. Другого способа никто пока не придумал. Но это элементарные статистические методы анализа. Ну и плюс, как бы, они сейчас услышите, и я думаю, что вы поймете, что они вообще-то очевидны. Да, решение, ну, когортный анализ. Как считается когортный анализ? Когортный анализ считается когортами. Все. Это все, что вы должны были на сегодня. Как же мы раньше не до этого. Ну, что такое когорт? Если сегментация у нас, это частный случай сегментации, на самом деле. Просто сегментация мы выбираем по какому-то параметру. Операционная система, полк, страна, источник трафика, еще что-то. А к оккордному анализу вот этим вот выборкой, вот этим вот характеристикой, по которой мы отбираем пользователей, является время. Время, когда они зарегистрируются с продуктами. В зависимости от объема, от количества аудитории, в зависимости от трафика, это промежуток времени, за который нужно считать, и в зависимости от частоты обновления продукта, в том числе важной очень. В зависимости от этого нужно считать, брать разные когорты. У кого-то это неделя. Неделя это хорошо для мобильных приложений, там, где низкий уровень итерации между обновлениями, потому что проходит время между тем, как мы сделали обновление, потом время, прежде чем Apple одобрил наше обновление, оно появилось в App Store и так далее. У кого-то каждый день. У Амазона, например, размер когорты один день. Размер когорты определяется, как я сказал, еще и элементарно с требованием статистики. То есть, если у вас высокая частота обновления, но при этом у вас 100 человек в день, например, посещает сайт, то размер когорты в один день вам не подходит, потому что эти 100 человек недостаточно для принятия каких-либо решений. Там очень высокий уровень погрешности происходит, из-за того, что выборка очень маленькая. И как, собственно говоря, она считается? Вот здесь взята когорта неделя. Размер когорты 3000 человек. Причем размер когорты, количество людей, которые привлекли за вот этот промежуток времени, не имеет никакого значения. То есть он может меняться, он должен быть больше для того, чтобы статистические цифры были правильные, но он будет динамичным. А дальше мы считаем основные показатели по каждой когорте. То есть мы считаем retention. Причем мы считаем основные показатели во времени. Неделя 1. Причем в зависимости от того, какую когорту мы выбрали, такой и шаг когорты у нас будет. То есть если у нас когорта день, тогда шаг когорты у нас день. Если у нас когорта неделя, то и шаг когорты у нас неделя. Ну, это несложно на самом деле. Собственно говоря, что мы видим? У нас есть 3000 пользователей на входе. Ротеншин на нулевой неделе, вот этой вот нулевой, 100%. Ну, раз вы, то, что я говорил, да, раз мы затрекали его, то он пришел, то есть на этой неделе человек пришел. Ротеншин его 100%. Прошли туториал 25%. Совершили первую покупку 0. Совершили повторную покупку 0. То есть, ну, это вот первая неделя. Пользователь продолжает эта когорта, эти же самые люди. Вот это очень важно понять, оно очень просто, ну, нужно немножко в себе это объяснить. Это одни и те же люди. В эту когорту мы взяли 3000 человек и мы смотрим только на эти 3000 человек. 3000 уникальных ID, у кожи у нас уникальные, мы взяли типа в окремую базу и в монитор. Да, в отдельную когорту. То есть, эта когорта не увеличивается, туда не добавляются люди. Только одни и те же. И мы смотрим за поведением одних и тех же людей. А бы уменьшается, да? Ну, уменьшается в любом случае. Ну, от этого как бы не уйдешь. Ротеншин на вторую неделю 15%. То есть, 75%, 85% ушло. Окей. Прошли туториал уже 30%, то есть, это не плюс 30%. На первую неделю у нас 25% прошло, а ко второй неделе закончили на гнездо туториал еще 5%. Итого прошло 30% туториал, там, или процедуру онборгинга. Совершили первую покупку уже 1,4% пользователя, повторную покупку 0,1% пользователя. Логика понятна, да? И у нас на какую-то девятую неделю у нас ротеншин 10%, то есть, на девятую неделю количество возвращаемых 10%, то есть, 300 людей вернулись в наш продукт. Из них мы последние недели 34% прошло туториал, 1,9% совершили покупку и 0,2% совершили повторную покупку. Это, опять-таки, совершили покупку, совершили повторную покупку, прошли туториал для каждого проекта своим. То есть, у вас это будет, не знаю, регистрация, там, посты, количество обращений к серверу, еще что-то. И вот у нас есть история одной этой погорды. А дальше, для того, чтобы оценить, насколько продукт хорош или нехорош, мы, и насколько те изменения, которые мы в него добавляем, хороши или нехороши, мы сравниваем между собой когорты. То есть, вторая когорта, ну, видите, она ступеньками, потому что девятая неделя для первой когорты уже случилась, а вторая неделя, она же через неделю, то есть, она на неделю дальше. Еще этой девятой недели для этой когорты нет. Поэтому когортная, вот эта вот табличка, она выглядит всегда вот такой вот ступенькой. И вот у нас последняя неделя. То есть, что мы... И каждую неделю в продукт добавлялись какие-то изменения. То есть, мы видим, что у нас мы изменили туториал, и у нас на вторую неделю уже 40% прошли туториал. Это на 15% больше, чем за предыдущую неделю. То есть, те изменения в туториал, которые мы внесли, работают. Мы сделали продукт лучше. Если бы тут вместо 40% было 15%, это значит, что туториал мы сделали говняный. И нужно как минимум вернуть предыдущий, а как максимум еще проработать дальше, чтобы увеличить его. И то же самое по покупку и по следующей покупке. И вот у нас уже на 8-ую неделю уже 4,8% совершили покупку, 0,2% те же повторные, 15% ротеншн на 5% больше и 47% прошли туториал. То есть, изменения, которые мы внесли вот здесь они стали лучше, они сделали продукт лучше уже сразу. Ну и следующая неделя мы пошли и увеличили еще больше наши показатели. То есть, у нас уже на 7-ую неделю показатели выше, чем на 8-ую неделю с предыдущей когорты. Вот как это выглядит. Это пример из Mixpanel. К сожалению, я там не нашел, каким образом настраивать длину когортов, поэтому они дают по умолчанию день. мы берем день, мы просто знаем, когда апдейт, в какой день апдейт заходит, поэтому мы анализируем немножко вручном режиме. То есть, вот как оно выглядит. Когорты берется каждый день. 1-го октября, 2-го октября, 3-го октября, И Day 1, Day 2, Day 3 и так далее. Day 1 это уже следующий день. Тот же день это Day 0 и там 100%. И дальше мы уже видим. Это здесь считается только retention. Вот именно возвращаемость пользователя. Вот. Вот это наш седьмой день 42%. Сколько там? 4 тысячи человек, соответственно, с нами осталось 1800 на седьмой день. Вот эти 40%. там можно клацать и оно меняет на цифры пользователей и так далее. Какого характера это продукт? Конкретно вот этот? Да. Это облачный музыкальный проект. По идее там можно остаться навсегда. Ну и с нами остается навсегда где-то порядка 20% людей. А 80% не остается с нами навсегда. они там что-то оставляют свою музыку грузят? Да. Вот это собственно говоря acquisition. А дальше тут вот это acquisition то есть мы привлекли пользователей. А дальше опять-таки в зависимости от продукта мы же знаем наш продукт я надеюсь у нас есть какая-то статистика по этому продукту и дальше мы вот этот когортный анализ разбиваем если мы не добавляли ивенты если аналитика не предполагает когортный анализ по правильным ивентам мы смотрели до этого идеальный вариант идеальный вариант такой когортный анализ по-моему сейчас есть только у localitics и она стоит каких-то больных денег в месяц чтобы пользоваться их продуктом поэтому с целью сэкономить но при этом продолжить пользоваться когортным анализом мы просто должны лучше понимать свой продукт вот я по своему продукту например знаю что activation происходит на третий день после установки и я смотрю просто я смотрю на второй день количество людей и я понимаю что эти люди прошли активацию то есть для меня это activation не просто retention на третий день 51% а для меня это activation 51% под 51% пользователя на каком-то этапе на шестой день они не начинают платить то есть ну вот например если я там ограничиваю количество времени которым они могут пользоваться продуктом да и 7 вот у меня все нельзя пользоваться продуктом нужно платить соответственно все которые на 8 день зайдут продукт из этой когорты значит они все заплатили я понимаю свои конверсию именно в платящих пользователей другой момент это то что я могу смотреть у меня есть статистическая выборка платящих не платящих пользователей и тогда я знаю что вот если после до 6 дня он не заплатил он не заплатит никогда ну вот если я для себя принимаю эту истину и я знаю примерно баланс сил между заплатившими и между теми кто не заплатил и останется с нами навсегда и я там беру вот из этих 43 процентов это условные 1300 человек я знаю что 5 процентов из них примерно это заплатящие пользователи я считаю что у меня LTV это конверсия платящих пользователей 5 процентов ну и вот примерно на 11 день появляется вот здесь вот эти вот цифры их вообще не видно поэтому можно не оправдываться а чему на на 2-й день ну на 2-й на 3-й и в самом нижнем отстало 13% все таки придется оправдываться да дело в том что эта статистика real time а не за весь день и это просто статистика еще не за весь день да совершенно верно плюс учитывая то что мы работаем ну продукт нет географических рамок поэтому мы берем весь мировой день который больше получается а дальше мы знаем что у нас апдейт появился в опсторе 10 октября например и дальше мы сравниваем цифры после 10 октября с цифрами до 10 октября и все ну то есть основная идея в том что в чем версионность в чем хорош каквордный анализ с точки зрения версионности продукта он заключается в том что чем отличаются вот эти вот здесь вот апдейт чем отличаются эти пользователи вот эти вот 3681 от этих 3776 ну есть есть апдейты да там есть сценарии и и и и совершенно верно абсолютно верно эти люди вот эти 3681 ну за исключение небольшой погрешности никогда ничего не видели кроме версии 2 не знаю не знаю вот эти могут быть недовольными вы конченые козлы я привык пользоваться продуктом так верните все взад хочу как было это мы слушаем от этих дура верни верни стену дура верни совершенно верно это мы слушаем от этих мы слушаем мы простите мы будем еще а на цифры на реальные мы смотрим уже от этих потому что если эти кричат все ужасно дура верни стену а эти на десятый день их два раза больше retention два раза больше то мы с сожалением констатируем что мы не вернем стену и останется все как было потому что цифры говорят больше чем люди у них поменялось парадигма они возможно должны менять что-то к чему привыкли и поэтому понятное дело недовольство вызывает если бы мы слушали пользователей исключительно что да верните все как было было лучше стало хуже то мы бы так и сидели в 95 году а вот эти цифры уже честные потому что эти пользователи ничего не видели кроме версии 2.1 поэтому эти цифры показывают насколько правильными или неправильными были изменения в этой версии а если неправильно мысли версия 2.5 ну если если неправильными тогда мы сравниваем с версией 2.1 и с версией 1.0 ну то есть тогда мы говорим что для нас версия 1.0 является эталонной и нам нужно то есть или мы откатываем до предыдущей версии как-то нежно либо же мы продолжаем вносить наши изменения несмотря на упавшие цифры но сравниваем с показателями версии 1.0 и смотрим там есть положительная динамика или нет положительной динамики ну я тут собирал слайды из разных презентаций поэтому этот слайд не отсюда этот слайд из этого то есть Evernote плохой пример плохой потому что он хорош не ничего он классный пример Evernote вообще идеальный пример просто здесь в презентации взят маленький кусочек времени относительно 5 а мы дорисуем больше а нет ок то есть вот это наш график смерти продукта но для некоторых продуктов он оказывается вот таким то есть ворот о тех исключениях которые мы говорили и тут очень важно понимать а что собственно говоря вот здесь вот происходит что произошло здесь почему вдруг люди начинают рекомендовать сервис там друзья почему вдруг появляются новые пользователи и собственно говоря то что касается там Evernote это всегда было два основных фактора первый это links to shared notes я сделал заметку в Evernote схеме что ты там написал и там красивый слон Evernote моя заметка то есть я уже распространяю Evernote просто отправляю эту ссылку со своей заметкой ну и вторая это word of mouth ну то есть рекомендательная рекомендация пользоваться Evernote но у Evernote есть проблема другая я не настолько экспертен в этом вопросе чтобы заявлять о том что компания которая стоит где-то 900 миллионов долларов умирающий единорог как комментарий от человека который ей построил компанию которая стоит хотя бы 500 я не готов давать такие комментарии но как бы с точки зрения построения продукта можно проанализировать что случилось и почему так случается причем со многими продуктами так случается у меня кстати презентация закончилась поэтому мы это перетащим сюда кстати красиво как картина да кстати давайте еще буквально немножко я просто мы уже будем даже заканчивать я думаю буквально еще пол часа просто это достаточно интересное наблюдение то есть насколько принимаете вы эти наблюдения или нет это уже вам решать я просто делюсь как бы то как я вижу этот мир и возможно что вы найдете какое-то в соответствии с вашим видением есть разные типы продуктов я буду часто переворачивать наверное они почти все завязаны на время и с течением времени у нас все меняется мы смотрели уже несколько продуктов которые менялись с течением времени уменьшалось количество пользователей уменьшалось количество пользователей которые платят деньги и так далее но по мнению всего прочего на время завязано абсолютно все в продукте вообще все на продукте завязано на время в том числе и его ценность и есть продукты у которых ценность ну она как-то вот так не совсем ровно но с течением времени она падает примеры таких продуктов можете вообще любых с течением времени ценность продуктов падает айфон хорошо но нет еще я объясню почему нет ну айфон как отдельный взятый девайс наверное так ну не знаю там съеденное яблочко а? съеденное яблочко он скоро поломается? да он поломается ну да так евро 22 это продукты которые совсем сезонные ну примеров сколько угодно это могут быть игры то есть мы взяли игру она нам интересна она классная замечательная мы в нее поиграли день, два, три, неделю как бы все достало дай нам новую игру и ценность ну она поэтому их уносит в такой хаотичный порядок потому что там же стараются как-то вернуть нам интерес к этой игре ну как Angry Birds не стараются вернуть интерес к этой игре добавляя Star Wars там новых персонажей еще чего-то это одно и то же пуляния птичьих из рогатки по свиньям по обезьянам по попугаям и еще кому-то но принцип одинаковый ничем Holiday ничем вы меня там не удивите правда что новые анимации это новый свитер красивый с оленями который вы одели вы всегда хотели и ходите вы с оленями первый день вот первую неделю вы его затаскиваете просто по полной программе потому что он такой красивый и я такой красивый в этом свитере а потом он достает этот свитер собственно говоря я уже не так часто одеваете нужен новый свитер старый как бы расстраивается и пылиться на полке. То есть вы покупаете какую-то вещь, ценность которой для вас максимальна здесь и сейчас. Больше, чаще всего и больше всего за счет эффекта новизны. Новизны или за счет того, чтобы пользоваться этим продуктом. Соответственно, когда нужно брать деньги с пользователями? Брать деньги с пользователем нужно тогда, когда ценность для пользователя этого продукта максимальная. Поэтому очень часто игры берут деньги вот здесь. Понятное дело, что игры сейчас стали умнее и они стали сначала вот так вот, а потом уже вот так. То есть чем больше ты играешь, тем интереснее и новые уровни, новые персонажи, еще что-то, ценности игры для тебя. У тебя там есть исключение у игр, там World of Warcraft, например, там где ты наращиваешь уровень каждый раз. Это вообще идеально, например. Чаще всего у игр не получается удерживать, увеличивать ценность течением всего времени. Но здесь вот что-то новое, новый персонаж, новый костюм, новый уровень, новое оружие, еще что-то. И тогда ценность уже максимальная не здесь, а вот здесь. И, соответственно, брать у пользователей деньги нужно здесь. Поэтому мы отдаем игру бесплатно. А когда пользователь построил 28 свиноферм, 13 огородов и 14 друзей добавил, и уже ни за что на свете не откажется от своей фермы, вот тогда мы ему скажем, чувак, надо бабки платить. Ну, прости. Потому что он, пользователь, туда добавил свое личное время. Соответственно, ценность продукта для него еще больше увеличилась, потому что это сделал он. Он выбирал цвет свиней, он выбирал, куда ставить огород, он выбирал, не знаю, домики, расу и так далее. Другой тип продуктов, это у которых ценность на начальном этапе нулевая, ну, нулевая нет, как бы зачем мы тогда их вообще взяли. Ну, какая-то небольшая. Но чем больше мы пользуемся этим продуктом, тем, она тут понятна, да? И чем больше мы пользуемся этим продуктом, не могу сказать, что это стало понятно, тем выше ценность его. И Evernote изначально был, соответствовал именно вот этой концепции. Изначально пустой Evernote мне бесполезная хрень. Я его установил, потому что мне сказали, классная штука, надо брать. Я говорю, ну ладно, возьму. Но как только я туда создал 5, 10, 20, 100 заметок, для меня с каждой моей собственной личной заметкой ценность этого продукта, Evernote, растет. Ну, потому что там мои заметки, важная мне информация, какие-то там скриншоты, какие-то заметки, ту-ду-листы и так далее. И ценность этого продукта для меня, если я им пользуюсь, постоянно растет. И поэтому Evernote может меня монетизировать вообще вот здесь где-то. Потому что чем дольше я буду пользоваться, тем выше ценность. И рано или поздно я все равно заплачу. Они по этому поводу не переживают. Пользуйся годик, второй годик, ничего. Ты когда готов будешь, ты нам пиши, и мы с тебя деньги возьмем. Каждый месяц. Поэтому для них, у них более длинная дистанция, но они могут себе это позволить. Но проблема Evernote на самом деле, все выглядело очень весело и радостно. Но проблема Evernote заключается в том, что они увеличивали не value на самом деле, потому что увеличение value, как оказалось, было побочным эффектом. То есть, знаете, это как можно найти корреляцию между чем угодно и построить график. Один из ярких примеров показано, что глобальное потепление происходит из-за уменьшения количества пиратов. Пиратов становится меньше с течением времени, а средняя температура растет. Соответственно, чем меньше пиратов, тем выше температура. Надо что делать? Количество пиратов увеличивать и так бороться с глобальным потеплением. То есть, найти какие-то корреляции можно всегда. И как оказалось у Evernote, мне так кажется, что value, вот этот рост value для них, оказался побочным эффектом. Хотя смотрели на него. А основным, то, что они на самом деле наращивали, это было не value, а это было количество заметок. Они не ценность увеличивали, параллельно оно у меня увеличилось, но они по факту смотрели на количество заметок, которые я создаю. И все сервисы, которые они покупали, были направлены только на то, чтобы этих заметок появлялось больше. Evernote, Clipper, Sketch, OneNote, еще что-то, что они там напокупали, кучу всяких сервисов. Все они были рассчитаны на то, чтобы как можно больше забить мой Evernote. Чтобы с большей вероятностью, наконец, выжрать эти несчастные 60 мегабайт в месяц, которые они мне дают, и, наконец-то, снять с меня бабло. А получилось ровно наоборот, потому что пока у меня заметки, количество заметок росло, у меня ценность росла. Ну, то есть я пользовался заметками, там что-то у меня происходило, еще что-то. И у меня одновременно с заметками, количеством заметок, побочно увеличилась ценность. Но, перешибнув через какую-то черту, этих заметок стало так до хрена, что они потеряли для меня ценность, и они стали для меня больше проблемой, чем ценностью. И после этого количество заметок продолжило расти. А вот ценность их начала падать. И в этом проблема Evernote. Потому что они себя анонсировали, как внешний мозг, еще что-то вот такое. Но по факту они не решили эту проблему. То, что они должны были мне предложить, не сервис, который позволяет мне набить мой Evernote кучей заметок, они должны были предложить какой-то офигенный поисковый движок по моим заметкам. Чтобы я был спокоен, потому что я добавил в Evernote, вот просто добавить без папок, там всяких тегов, всякой херни. Я просто добавил в Evernote, и я больше ни о чем не думаю. Он у меня лежит, вот у меня есть такой вот ящик Evernote. Тут нет никакого интерфейса. И я им как угодно говорю, дай мне заметку, ну где-то на прошлой неделе я ее делал. По-моему, сайта AIN. Или там слова такие-то, 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 я помню, там были. Дум, на заметку. Без этих блокнотов, без тегов, без еще чего-то. Он просто должен выполнять функцию вот моего мозга. То есть я просто думаю о чем-то, получаю информацию, пользуюсь ею. А Evernote этого не сделал, потому что они продолжили наращивать количество заметок, а ценность, рост ценности до определенного момента было просто побочным эффектом. Сейчас Evernote у меня груда бесполезного хлама, которым я не пользуюсь. Единственная папка, которой я пользуюсь, там есть пасворд, пасвордс, и там какие-то сервисы я еще не перенес вам паспорт. Все, больше Evernote никак не используется. Я пользуюсь, теперь для меня ценностью стало другое, отсутствие кучи заметок. И это для меня основная ценность, и я пользуюсь на маке ноутсами обычными, которые синхронизируются у меня везде, и всюду есть картинки, и все остальное. Поэтому у Evernote появились проблемы с их стоимостью, с привлечением пользователей, и оценкой всей компании, ну как я это вижу. А, ну и последнее, все, самое последнее, но я просто не имею права мне рассказать. Это уже и украинская компания, в этом будет неэкономно. А, Microsoft и украинская компания. Да, она следующая. Не против? Что, мы все листики? У нас еще есть. А, есть еще, да? Тогда я парочку еще заберу с собой. Последнее, что я хочу сказать, это по поводу определения целевой аудитории, по поводу определения ваших пользователей. Первое, перед тем, как вообще что-то там анализировать, проанализируйте для начала ваш вот этот вот кастомер-сегмент. Кто этот человек? Желательно построить портрет. Женщина, мужчина на какой машине ездит, какую одежду одевает, куда ходит, как разговаривает. Это очень сильно упростит дальнейшее построение продукта. Потому что без этого портрета вы строите продукт для себя и для своей команды. С этим портретом вы нет-нет, но делаете какой-то реверанс, его сторону. Вот мы же делаем продукт для этих людей. Пример, который вот из недавних, из моего опыта. Это как раз связан с Cardialize. И там есть несколько пакетов. Homecare. Это для людей старше 45 лет, для которых это жизненно необходимый продукт. Это Climix, это там для API и высокоточные данные вычисления. И ActiveLife. Это для спортсменов. И делали интерфейс как бы для Homecare. Чтобы... Ну вот сейчас мы делаем готовый продукт. Будем показывать его на коллижене в Новом Орлее. 24 апреля. И разрабатываем интерфейс. И мы сделали стандартный, красивый интерфейс. Плоский там, шрифты и все остальное. Для Homecare. И выглядел он хорошо. Ну, хорошо выглядит продукт. Нормально. Ярко, цветастенько, понятненько. Без всяких проблем. Но проблема заключалась в том, что они не видели, вот те дизайнеры, который рисовал макет, у него не было портрета пользователя. А портрет пользователя, вот даже элементарно базовый, 45+, что это означает? А? Зрение. Зрение. Конечно, им кнопки надо больше. Вот просто кнопки нужно больше. И шрифт писать больше, потому что у большинства плохое зрение. Помимо прочего, еще и влияет контекст использования продукта. То есть одно дело, это я иду вот так. Другое дело, я сижу вот так. Третье дело, я пользуюсь продуктом так. Хороший пример, кстати, вот хочу показать. Они одни из первых поняли, что контекст использования продукта, это очень важный элемент при построении его логики. Это тюн-ин. Знаете, да, все? Тюн-ин. Радио. Онлайн радио. Один из самых больших игроков на рынке онлайн радио. И что у них есть? Только я не помню где. Они поменяли цвет логотипа. Ужасно. Теперь невозможно его найти. В общем... Не, ну цвет логотипа такой. У них есть car mode. То есть когда я за рулем, у меня внимание сосредоточено на дорогу. И мне нужно поменять интерфейс. Мне уже не подходит вот эта нижняя навигация, мелкий шрифт. А мне нужны большие кнопки, большие буквы, чтобы я мог просто бросить, нажать в нужное место и вернуться управлять автомобилем. У них, по-моему, даже есть Apple CarPlay работают. А? Apple CarPlay, по-моему, даже. У них, да, работают. То есть это то, что касается портрета пользователя. То есть две важные вещи при создании продукта. Портрет пользователя и контекст использования этого продукта. Ну вот, вот, все, вот это две, то, что нужно точно узнать. И последнее, это... Я вам нарисую такую штуку, береду пример. Расскажу про среднее. Про среднего пользователя. Наш пользователь в среднем все. Да? Или мы делаем продукт для пресыщенного громадянина. Ну, я не буду вдаваться в подробности статистического анализа и говорить, что среднее, это одна из наименее информативных, среднее значение, одно из самых неинформативных цифр. Оно работает только если у нас нормальное распределение по шкале от минимума до максимума. А иначе нужно учитывать среднее квадратическое и прочее. Но очень часто звучит средний пользователь, средняя домохозяйка, средний кто-то. Проблема в том, что среднего человека не существует на этой планете. Кто из вас встречал среднего человека? Ну, среднего такого. Как он выглядит? Это я. А? А почему? Я средний. Ты не средний, у тебя очки. Я вызнащил. У тебя очки. А кто сидит без очки, вы, кто сидит без очки. Так большинство без очков, ты уже не средний. Мы уже не фитимся в покадание средний, мы уже где-то справа. Средний человек очки не носит. Самое ужасное, что средний человек носит 20% очков. Google Glass. То есть проблема в том, что среднего человека на самом деле нет. Или же они есть, и это вот такая вот штучка, вот они вот здесь тусуются втроем. Три сетей человек. И представьте себе, что маркетолог, продакт-менеджер, продакт-дизайнер, дизайнер, все делают продукт для этих трех средних. И у них получается, что продукт для этих трех. А проблема в том, что остальные не могут им пользоваться. Они уже не средние. Они уже вот дальше по этой шкале. Хороший пример, то, как делается продуктовый дизайн хардвер вещей. Ну то есть именно продуктов материальных. Стул, стол. Как делается нож? Вот дизайн. Представьте себе, что вы дизайнер ножа. Это вам не интерфейс налепить из трех кнопок, как бы они что-то делают. Это нож. Ну то есть люди пользуются реально в руках, держатся и так далее. Если бы они делали для среднего человека нож, основываясь на средней длине руки, там в среднем количестве пальцев на руках, делали нож бы для людей с четырьмя с половиной пальцами, знаете, как фрезеровщик пятого разряда, то у них бы получился, наверное, не самый классный нож. Они что делают? Они берут два экстремума. Первый – это люди с ограниченными возможностями. Вот так я вижу людей с ограниченными возможностями. А вторые – это с неограниченными возможностями. Как бы эти вот… Типащие. Эвенджерс. Нет, с другой стороны, это люди-атлеты, у которых как бы вообще все в порядке. У них и руки, и ноги целые, и вообще они могут с места сделать троной кувырок через себя. И они берут вот эти вот два экстремума, и они делают нож… И для всех вот этих вот… Они делают нож, которым удобно пользоваться вот этой категорией людей, и которым удобно пользоваться вот этой категорией людей. Все. Только две эти категории. То есть они делают нож, которым удобно пользоваться людям, не знаю, с болезнью альцгеймером, и которым удобно пользоваться при этом огромному атлету. или не очень огромного татлета. И автоматически вот этот нож, созданный только для двух вот этих категорий людей, он автоматически подходит для всех остальных. Потому что мы сделали для двух противоположных, грубо говоря, категорий людей. Ну, это утрированный пример, но понятная логика. То есть когда мы берем какой-то диапазон, и если мы делаем продукт для крайних точек этого диапазона, то мы автоматически захватываем всю остальную группу, которая находится между этими двумя точками. Все, я все сказал. Спасибо большое за внимание. Было приятно говорить. Я вообще давно говорю. Ну что, у нас теперь еще есть время для менторских сессий. Там три команды записались. Можно как раз сделать вдох-выдох. Я найду свободную переговорку. Да, давай сделаем. Я как раз в фейсбучек сбросила, кто записался. Там есть Костя, есть Лиза придет из экоизма, и кто-то еще придет. И можно записаться? Есть возможность записаться? Там на 10 минут. Ну, там, да. Еще где-то можно? Да, я сейчас тогда... То есть, пишу, когда...